В Чувашии дали старт всероссийской акции «Сохраним лес». Масштабные работы развернулись в деревне Крикосы Чубоксарского района. Сегодня здесь заложили новый парк. Подробности в следующем материале. Это место становится достопримечательностью муниципалитета. Музей-сад в честь покорителей космоса был создан два года назад предпринимателем Юрием Соколовым. Глава региона отметил, что такая инициатива дорогого стоит. Здесь увековечили память о первопроходцах вселенной. Их имена высечены на гранитном мемориале. 5 сентября здесь день рождения Андрея Николаева, летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, нашего легендарного великого сына народа Чувашии. Его друзья с первого отряда побывали уже на начальной стадии. Первые они саженцы посадили. Это очень важно. Мы ежегодно празднуем эти даты, и этот парк практически привлечен к космонавтам. Вы сейчас молодые граждане Российской Федерации. Как вы говорите между собой, шепчетесь, возьмите будущее в свои руки. На благоустройство музея-сада вместе с Михаилом Игнатьевым приехали кадеты и студенты. Многие из них до этого дня еще ни разу не сажали деревья. Мастер-класс от главы региона. Все по науке. Чтобы саженцы перезимовали и выдержали даже шквалистые ветра, их привязывают веревками к деревянным кольям. Фронт работ довольно большой. Силами трудового десанта посадили 100 деревьев. Экологическую акцию приурочили грядущему юбилею республики. Саженцы должны прижиться через год. Яблоням и елям необходим постоянный уход. Среди посаженных в будущем парке деревьев и 20 дубов по числу членов первого космического отряда. Здесь будет развиваться и музейный комплекс. В планах установить 40-метровую модель космического корабля. Здесь в середине самолет привезем тоже. Списанный самолет. Девтолет. Там тоже обещали вроде. Но это тоже привезем. Ну вот так и работаем. Продолжаем работать. После кропотливой работы горячий чай и каша с полевой кухней. В неформальной обстановке глава региона ответил на вопросы ребят. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.